здравствуйте с вами программа здравые мысли сегодня будем говорить о борьбе с монополистами и конкуренции я хочу представить гостя программы это юрий кровец председатель одесского областного отделения антимонопольного комитета украины добрый вечер рад вас приветствовать у нас в студии скажите пожалуйста юрий ну вот обычный такой рядовой житель нашего города нашей одессы как часто он в своей жизни сталкивается вот с тем что называется конкуренция с тем что называется борьба с монополистами насколько ваша работа близка к жизни ну скажем так говоря украинским языком пересечных роман вопросы конкуренции это вопрос больше касается субъектов хозяйства то есть конкуренции между субъектами хозяйства не в определенных рынках граждане сталкиваются с признаками злоупотребление монопольное положение ни один гражданин не может жить нормально имея нормальный быт для того чтобы так или иначе не общаться с монополистами то есть монополист это кто субъект который занимает долю на рынке выше 35 процентов то есть мы берем вопрос облэнерго поставки газа воды и жилищные коммунальных услуг зачастую если мы берем были небольшие населенные пункты то и аптеки и автозаправочные станции тоже являются такими которые занимают доминирующие монопольное положение поэтому всегда сталкиваются и без этого как бы жизни не может и поэтому всегда пропагандируем о том что именно такая категория дел как злоупотребление монопольным положением важно гражданам ее понимать знать какие-то типовые нарушения чтобы знать как защитить свои права а остальные категории дел уже больше важны для бизнеса чтобы во-первых не нарушать а во-вторых чтобы знать как защищать свои интересы с другими субъектами хозяйствования или с органами государственной власти в преддверии выборов но политические партии пожалуй наперебой кричат о том что нужно снизить тарифы о том что они готовы снизить тарифы обещают это сделать речь идет о цене на свет газ воду коммунальные услуги насколько снизить тарифы повлиять на тарифы может антимонопольный комитет эти монопольный комитет ушляет контроль в вопросах соблюдения порядка формирования цены мы не занимаемся вопросами ценообразования то есть порядок это при расчете тарифа прописывается четко что должно быть в себе стоимости какой возможный уровень рентабельности если он предусмотрен зачастую уровень рентабельности и не предусмотрен поэтому рентабельность 10 процентов и 50 она может быть экономически обоснованы потому что законодатель дает свободу а вопросы высокая цена или низкая не наша компетенция мы этим вопросом не занимаемся но есть еще очень интересная важная но очень сложная категория дел который мы рассматриваем называется такое нарушение как монопольно высокая цена то есть мы ее рассматриваем на тех рынках где есть свободная цена то есть она нерегулируемая и субъект хозяйствования сам устанавливает эту цену но он устанавливает значительно выше чем его правильно сказать чем иные участники этого рынка которые действуют на других территориях то есть в других населенных пунктах на других там если мы берем аэропорт то это на других на территории других аэропортов и вот здесь мы поможем сравнивать цены иных участников рынка и видим что если субъект которого мы исследуем ставить значительно выше цену мы можем тоже говорить о нарушении несмотря на то что нет регулирования цены то есть она свободная он устанавливает и по собственным те тарифы с которыми имеют дело жители одесской области при их утверждении при их формировании были ли соблюдены все процедуры анализировали ли вы этот вопрос сейчас тарифы растут ну по несколько раз за год тарифы касающиеся вопросов поставки газа электричества и воды на территории города единства утверждает нкр то есть расчеты которые подавались в нкр и и потом утверждались нкр с учетом их рекомендаций мы видим о том что процедура соблюдена я не говорю высокая ли низкая цена я говорю соблюдена процедура формирования тарифа но мы идем дальше и мы смотрим исполнение тех услуг затраты на которые заложены в тариф мы открыли недавно дело и сейчас в ближайшее время планирую принятие решения в отношении коммунального предприятия теплоснабжения города одессы в тариф было заложено так затраты на поверку приборов учета то есть счетчиков но в реале такая услуга не предоставлялась то есть человек приходит в теплоснабжение города одессы говорит что уже предошел период я должен поверить счетчик играет вот частная компания идите туда то есть он платит за тепло и там уже есть заложенная поверка счетчиков плюс отдельно платит частные компании тоже за поверку счетчика то есть дважды взымается одна плата а в части действия тго это не предоставление услуги за которые была оплата мы рассматриваем это как злоупределение монопольное положение то есть мы кроме контроля за процедурой мы контролируем а предоставляются те услуги затраты на которые внесены в этот тариф каковы перспективы этой ситуации то есть вы каким-то образом можете повлиять на теплоснабжение или вы будете обращаться в суд для того чтобы вот они изменили порядок работы убрали вот эту частную структуру которая занимается поверкой приборов обращаться в суд нам нет необходимости поскольку решение антимонопольного комитета как и решение суда является обязательной для исполнения более того неисполнение наших решений грозит штрафными санкциями мы идем по пути о том что если мы выявили нарушение то оно должно быть исправлено существуют разные формы для того чтобы привести его в рамки закона то есть это начать предоставлять такие услуги и совершить все действия о том чтобы были специалисты сообщить об этом потребителям чтобы они обращались и предоставлять услугу и мой вопрос инициировать вопрос о том чтобы изъять эти расходы и утвердить новый тариф без каком пути вы сейчас идете то есть вот вы нашли нарушение вот что что дальше то есть уже люди которые которые у которых сейчас требуют оплату даст за проверку за проверку приборов они на каких-то основаниях они могут отказаться сказать ну вот я смотрел телевизор видел там сидел руководителя областного отделения антимонопольного комитета и говорит это вот незаконно вы с меня требуете поэтому идите сами проверяйте свои приборы я ничего платить не буду как людям не вопрос о том что они незаконно требуют если человеку пришла необходимость проверять счетчик то есть подошел срок то он обращается письменно в коммунальное предприятие теплоснабжения города одессы говорит прошу поверить мне счетчик поскольку в тарифе заложены эти расходы вот если ему не поверят счетчике не предоставит эту услугу то это будет злоупределение монопольное положение поэтому и что тогда человек должен делать идти к вам идти в суд действия вопросы пропаганды обращения в суд мы не занимаемся мы как раз говорим о том что если есть нарушение то надо сообщить о нем нам мы конечно идем по пути и вот выступление в сми это как раз связано с тем что сами же монополисты понимает в чем есть нарушение и за что мы можем завтра штафовать и они уже на сегодняшний момент принципе налаживают работу и мы проведя первую коллегию с представительным теплоснабжения города одессы сказали нам необходимо чтобы вы уже сейчас предоставили доказательства о том что вы исправляете нарушение создайте условия при которой граждане первое знают о том что вы должны поверять счетчик а второе о том что совершите все условия для того чтобы граждане могли к вам обратиться то есть поэтому если граждане столкнулся надо поверять счетчик пусть идет теплоснабжение города одесса обращается письменно если и получает отметку том что получил что он сдал такое заявление исполнителю данной услуги если ему не предоставляет услугу пусть сообщает нам и дает копию данного обращения кроме ситуации с теплоснабжением города одессы во всех остальных коммунальных предприятиях по области все в порядке или тоже есть какие-то нарушения которые вам удалось мы периодически открываем дела то есть вопрос касается о том что что шлят если монопольный комитет если говорить простым обывательским языком мы осуществляем контроль за процедура прописанная действующим законодательством или договором с потребителем то есть если написано о том что в течение конкретного срока после подачи заявления всех недокументов должны подключить электрическая поставок поставку электрической энергии то вы контролируем соблюдение этого срок если прописана четкая процедура отключения в связи даже в связи задолженности то мы контролируем это соблюдение процедуру смотрим или выдачи технических условий обоснованы ли эти условия или необоснован сейчас была открыто дело в отношении коммунального предприятия города южно мы видим признаки о том что завышена цена при выдаче технических условий. Поэтому предприятие открывает, вот был ряд решений, которые мы приняли в отношении Одесса Облэнерго. То есть есть очень интересное… Одесса Облэнерго – это такое очень интересное предприятие. Они всегда о себе говорят, что мы естественные природные монополисты. Но действительно нельзя разорвать с ними договор, заключить с какой-то другой компанией, чтобы получать электричество или другие услуги. Вот как вам удается бороться с теми, кто называет себя природными монополистами? Природные монополисты, их достаточно большое количество таких субъектов в силу определенного рынка. Мы вообще должны понимать о том, что монополия – это не нарушение. И существуют рынки, где априори могут работать только субъекты, которые занимают долю на рынке выше 35%, а то и 100%. То есть уборка дома, придомовой территории, поставка воды, газа, электрички. Это всегда доля 100%, поскольку в один дом не может входить две трубы, и вы не можете у себя в квартире открывать два крана или три крана от разных поставщиков и по щетчуку потом платить. Поэтому мы понимаем, что эти нарушения есть. То, что касается Одесса Облэнерго, это самая крупная природная монополия в силу того, что даже в самом отдаленном селе есть поставка электрической энергии в каждую квартиру. И действительно мы понимаем о том, что центральное руководство не может контролировать все. Но если нам поступает заявление, мы направляем вам запрос и говорим «дайте документы», то мы исходим из того, что они должны перепроверить своих сотрудников в любых РЭСах, которые находятся по всей области. И если они видят нарушения, немедленно их устранить. То есть мы понимаем о том, что зачастую граждане и обращались к ним, но эти действия не были совершены. Но если антимонополь не мешался, мы требуем немедленно исполнения. Если их исполняется, мы открываем дела, накладываем штрафные санкции. Есть ряд решений, которые мы приняли, в том числе решения, которые, наверное, касаются достаточно большого количества. И вот по нарушениям мы вывели такой лидера среди нарушений, это Южный РЭС. Когда неправильно, на наш взгляд, применялась методика началения штрафных санкций. Когда были нарушения, и четко законодательно прописано, применяется срок не более 12 месяцев, а применялся срок 3 года. То есть это уже значительные расходы, которые понесет потребитель. Также есть интересное нарушение, скажем так, или категория дел, которые надо понимать гражданам. Мы хотим отдельно провести пресс-конференцию по этому вопросу, что есть нарушение потребления электрической энергии вне счетчика, когда виноват сам потребитель. То есть он вмешался в сеть и, назовем своим языком, ворует электрическую энергию. Это нарушение, за это есть методика расчета штрафа, и за это надо наказывать. Но существует ситуация, когда потребитель не виноват, он даже не знал о том, что его розетки не подключены непосредственно к счетчику. Это в старых домах, особенно это может иметь место в район Черемушек, когда к счетчику подключено освещение в комнате, но розетки подключены к иному счетчику, который запитан к освещению в коридорах. И здесь вина... Часто бывают такие коллизии? Мы в этом году выявили такое нарушение, и сейчас нам поступило еще одно... Это была типовая ошибка при проектировке дома. Интересно, первый раз слышал. Это вопрос касается именно проектировки дома. И сейчас поступило еще одно обращение, мы видим, что есть аналогичная ситуация. И вопросы о том, что это должны знать ЖКСы, на балансе у которых находится дом. А человек он не знал. Действительно, он не знал, что у него розетка не присоединена к его счетчику, а провода заделаны в стене, и он не должен при покупке квартиры раздалбливать стены и смотреть, как же шага. Да, или вставлять вилку в каждую розетку и смотреть, крутится. Но логично о том, что все-таки рекомендуем проверить и сразу же обратиться и в обл.энерго, и в балансодержатель, о том, что у нас такая ситуация, что розетки запитаны на счетчики, которые касаются, например, освещения в коридорах общего пользования, для того, чтобы лишить себя лишних проблем и суеты в дальнейшем, поскольку сразу идут штрафные санкции, надо их обжаловать в антимонопольный комитет, в комиссию. Чтобы этого себе избавить, перепроверите, выключите счетчик, проверьте каждую розетку. У вас на сегодняшний момент будет электрическая энергия или не будет? Если у вас ее нет, значит, у вас все хорошо. Если у вас будет электроэнергия, и вы видите, что идет питание, то надо инициировать вопрос. Лучше первому обратиться, для того, чтобы потом к вам не применяли штрафные санкции. На энергорынке есть же еще одна проблема, проблема нехватки мощности, о том, кого подключить, кого не подключить, кому дать мощность, кому не дать мощность. А это имеет огромное значение для развития бизнеса. Часто ли вы сталкиваетесь с этой проблемой? Вопрос мощности. Здесь надо рассматривать по субъективному составу, то есть это мощность, которая должна быть или есть у Облэнерго, как собственника сети и трансформаторных подстанций. Также мы рассматриваем вопрос действий собственника трансформаторных подстанций, которые принадлежат различным предприятиям и организациям. А таких много? Разве не все принадлежат Облэнерго? В Одессе более 1600, а в области, я думаю, не менее 2-3 тысяч. Это бывшие предприятия, заводы, которые имели свои подстанции, то зачастую несколько их. Это строительные компании, которые при строительстве дома строили, трансформаторные подстанции. Это бывшие сельхозпредприятия, колхозы, которые распаеваны и остались у кого-то в собственности. И зачастую потребитель электрической энергии, лицо, которое, например, купило часть цеха или часть здания распаеванного колхоза, магазин небольшой. Говоря завод, который используется под склад, да? Ну, не важно, он может использоваться в цех и для производства, и станки. Но подстанция ближайшая, которая ранее питала или которая может сейчас питать, находится недалеко. А сетью облэнерго там несколько километров. Чтобы магазину протянуть несколько километров кабеля и построить свою подстанцию, мы понимаем, что это будет стоить дороже, чем сам магазин, и тот бизнес, и та прибыль, которую получат он за ближайшие 100 лет. Соответственно, у него есть возможность обратиться к ближайшему собственнику трансформаторной подстанции и получать электрическую энергию через его подстанцию. То есть в данном случае он, собственник трансформаторной подстанции, не поставляет электрическую энергию, он обеспечивает поставку в виде действий не лицензируемый. Так вот мы ошли... Или не обеспечивает, если не хочет, да? Если не хочет... Моя подстанция, я хочу подключаю, я хочу не подключаю. Так или нет? Если он необоснованно отказывает, это признаки злоупотребления монопольным положением. И вот как раз мы рассматриваем два вопроса. Когда, например, облэнерго при выдаче технических условий навязывает дополнительные условия. К примеру, есть подстанция, принадлежащая облэнерго, находится недалеко, вся мощность неиспользована, есть свободная мощность, ее можно предоставить конкретному предприятию, организации, которые находятся рядом. Ему выдают их условия построить новую подстанцию, передать на баланс облэнерго. То есть он должен понести затрат. Вот здесь вот есть проверка, обоснованы ли эти технические условия. А кто же тогда проверяет? Это же огромное количество всевозможных технических вопросов, да? То есть вопрос мощности, вопрос можно подключить, нельзя подключить. Неужели у вас вот так много специалистов, которые разбираются во всех сферах? Это достаточно такая узкоспециализированная тема? Или вы опять же просите облэнерго, чтобы оно само разобралось, нарушило там оно или не нарушило? Есть возможность подключить, нет возможности подключить? Вот как у вас этот процесс происходит? Монопольный комитет – это следственный орган и суд в одном составе. То есть такой квази-орган. И мы проводим расследование и рассматриваем дела аналогии как суды. Мы истребуем доказательства у ответчика, у заявителя. Дополнительные доказательства в других организациях и предприятиях, если нам надо. Не предоставить нам информацию не могут, поскольку непредоставление информации на наш запрос грозит штрафными санкциями до 1% от оборота за прошлый год. Очень серьезные штрафные санкции. Мы рассматриваем эти дела. И если нам надо мнение специалистов, мы рассматриваем юридическую составляющую. Если нам надо мнение специалиста, эксперта, например, в вопросах электроэнергетики, мы взаимодействуем здесь с Держенерго-наклидом, к которому направляем материалы. Там есть специалисты высокого уровня, которые нам дают выставки, то есть заключения и обосновывают, правильное ли действие или нет. Также многие вопросы о наличии или отсутствии мощности можно установить, просто получив доказательства. Вы сказали, что один орган и в судебные функции в себе несете, принимаете решения, которые обязательно к исполнению. А какие санкции? Насколько жесткие меры наказания могут быть к тем, кто не прислушивается к вашим советам, к вашим рекомендациям и не выполняет те решения, которые вы принимаете? Много у вас есть, скажем так, разоренных предприятий, которые злоупотребляли своим каким-то монопольным положением на рынке, вы их за это уничтожили? Вопросы разоренных предприятий нет, я надеюсь, от наших штрафных санкций никогда не будет, поскольку штраф это не цель уничтожить предприятия, а дополнительное негативное воздействие за совершенное правонарушение. Штрафные санкции за такую категорию дел, как антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйственной или сговоры за злоупотребление монопольным положением, штраф до 10% от оборота за прошлый год. Вопросы, связанные с недобросовестной конкуренцией, до 5% от оборота за прошлый год. Информационные правонарушения, то есть предоставление неполной, неточной или недостоверной информации на наш запрос, до 1% от оборота за прошлый год. А какие-то абсолютные ограничения есть, но не более 1 миллиона, не более 100 тысяч? На ограничения нет. Комитет заключается в том, что до 10, до 5 или до 1%. До этой недели Центральный аппарат антимонопольного комитета утвердил методические разъяснения по определению суммы штрафа. Давно комитет к этому шел. Это в рамках соглашения с международными организациями антимонопольный комитет должен утвердить эту методику. В этой методике четко сказано, что устранение нарушения на момент принятия решения является значительно смягчающим обстоятельством. Таким образом, если мы открыли дело в виде нарушения, всегда у ответчика есть возможность уменьшить штрафные санкции путем исправления нарушений. То есть условно он не подключает к электрической энергии, не совершает какие-то действия, дает необоснованные этих условия. Если на момент принятия решения оперативно устранено нарушение, то это смягчающее обстоятельство, мы даем незначительные штрафные санкции, что самое важное ускоряет процесс восстановления правов граждан и субъектов хозяйства. В отличие от судебного процесса, где ответчик всегда заинтересован затянуть процесс, то есть максимально отдалить период принятия решения против него. Есть такой термин «процессуальные диверсии», то есть использование норм процессуального права в своих интересах с целью затягивания процесса. Вот у нас этого как раз и не происходит. Если он начинает затягивать, мы принимаем штрафные санкции. Давайте поговорим о еще одном виде монополии, но назовем ее так условно административная монополия. Ведь есть функции, которые выполняют на какой-то определенной территории только органы власти или только органы местного самоуправления. Это и вопросы управления, аренды, продажи какого-то коммунального имущества, это вопросы предоставления каких-то административных услуг, выдачи каких-то справок, разрешений, согласований. Вот как часто вам приходится вступать, скажем так, в противодействие с органами местной власти или, допустим, даже центральной власти? Мы рассматриваем много дел в отношении органов местного самоуправления и органов государственной власти. Вопросы, конечно, касаются в первую очередь, связанные с тарифами сферы ЖКХ, но есть в том числе принятие решений, которые имеют признаки антиконкурентных. Но вы задали вопрос административной услуги. То есть антимонопольный комитет является одним из государственных органов, а может быть на сегодняшний момент и единственным, который ушляет контроль при предоставлении административных услуг. Административные услуги – это услуги при регистрации прав, при выдаче лицензии, сертификата, выставок и так далее. То есть это все админуслуги и мы ушляем контроль. В сегодняшний момент прокуратуру лишили общего надзора и в сегодняшний момент эта функция темонопольного комитета, эта категория дел становится еще более актуальной. Единственный момент, что граждане и субъекты хозяйствования очень редко обращаются. Например, они пошли за получением лицензии или получением какого-нибудь заключения органов государственной власти. И им не дают админуслуги, они все-таки применяют в старинке, наверное, коррупционные схемы, но материалы в антимонопольный комитет дают очень редко. И нарушения мы выявляем, когда мы сами выходим на проверку или исследуем какой-то рынок. Вопросы, касающиеся иных действий, например, как органов власти, органов местного самоуправления – это антиконкурентные действия. То есть это любые решения, действия или бездеятельность, которые привели к ограничению конкуренции. То есть в данном случае мы рассматриваем, например, принятие решения при проведении аукционов и конкурсов, во всех случаях предусмотренных законом, когда внедряются дискриминационные условия, что участником конкурса по определению арендатора коммунального имущества может быть предприятие, которое зарегистрировано в данном населенном пункте. То есть это уже идет ограничение по участникам. Мы уже вмешиваемся в данный процесс. Бездеятельностью может являться… А другая ситуация, если, например, вот этот подвал, да, сдают в аренду по одной цене, да, а вот соседний подвал в соседнем доме коммунальном тоже по другой цене. Вот в такой ситуации как часто она возникает и как часто вы реагируете на нее? Ситуация заключается в том, что размер арендной платы при передаче в аренду земельных участков и объектов недвижимости исходит от оценки имущества. То есть земля – это нормативная денежная оценка. Мы придерживаемся той позиции о том, что за одно целевое назначение объектов недвижимости или земельных участков должна применяться единая ставка в рамках населенного пункта. Некоторые органы местного самоуправления пытаются нам обосновать о том, что тот или иной объект недвижимости находится, например, там ближе к центру или дальше. И мы посмотрели и решили, что в каждом случае мы самостоятельно определяем ставку и решили, что здесь надо больше, а здесь надо меньше. Так вот при оценке уже определяется ликвидность данного объекта – земли или недвижимости. А ставку они должны применять для всех одинаковую. А часто бывают вопиющие случаи, когда какой-то объект коммунальной собственности за гривну сдают в аренду? За гривну сдают объекты в случаях, предусмотренных законом, то есть это неприбыльные организации или органы государственной власти. Но мы выявляем случай, было выявлено у нас одним из органов местного самоуправления, когда было передано в аренду для предоставления юридических услуг одному адвокату за гривну, а другому применили ставку 20%. Мы сейчас говорим о одном из городов в Одесской области. То есть примена ставка была 20%. Таким образом создали неравные условия в конкуренцию. Один платит много, другой платит вообще 1 гривну. Ну или платит, но как-то по другой схеме, да, получается? Ну в любом случае мы видим о том, что из тех документов, которые есть и доказательств, то что созданы разные условия. А мы подходим, идем к той позиции, что должны быть равные условия. Такая же ситуация идет с сдачей земельных участков в аренду. Мы сейчас исследуем данный рынок во всей Одесской области. И мы приезжаем до той позиции о том, что должны быть утверждены единые ставки за целевое назначение. Чтобы не было антиконкурентных и даже коррупционных каких-то моментов составляющих. То есть бизнесмен приходит, говорит, хочу арендовать землю. Говорит, ну хорошо, давай рассмотрим, какую мы ставку тебе применим. Три процента или двенадцать процентов? Говорит, ну давай ты сделай это, давай ты вот сюда зайди. И мы тебе применим три процента. Мне не хочется, тогда мы тебе применяем двенадцать. А приходя в эти монопольные комитеты, они говорят, ну мы изучили все документы и поняли, что здесь более ликвидный объект. Ничего подобного. Должен быть бизнесмен должен четко понимать те правила игры, которые существуют. Он приходит и видит, есть вот такая ставка, окей, я буду придерживаться. А если эти единые ставки не применяются, как раз эти монопольные будут вмешиваться и реагировать. И мы реагируем, у нас очень много дел по таким нарушениям. А если у вас дела по, скажем так, сговору, когда несколько крупных игроков на каком-либо рынке договариваются между собой негласно о том, что они будут на определенный товар или услугу держать какую-то одну цену, ну и потребитель, хожь не хожь, придется ему по этой цене приобретать товар или услугу. Давайте поговорим на примере перевозок в одесских маршрутках. Во-первых, первый вопрос, который у меня возникает, ну скажем так, в контексте антимонопольного законодательства, тот, что соответствующий орган, да, одесского муниципалитета согласовал тариф 5 гривен, да, максимальный. И, ну совершенно понятно, что в основе тарифа должны лежать показатели пропускной способности, грубо говоря, того количества пассажиров, да, которые обслуживают данный маршрут. Совершенно понятно, что в одесских маршрутках таким образом, да, вот устроен провоз пассажиров, что понять, сколько реально они провозят пассажиров невозможно. То есть оплата происходит при выходе, соответственно, написать, вот заложить там цифры, которые стали обоснованием для того, чтобы разрешить нам поднять проезд до 5 гривен, эти цифры проверить невозможно, вот в действующих рядах. С другой стороны, мы понимаем, что в Одессе много разных маршрутов, да, одни длиннее, другие короче, одни более популярны, другие менее популярны, но на всех маршрутах цена 5 гривен. Вы усматриваете в этом некий сговор игроков этого рынка? Мы проводим исследование данного рынка. Ситуация заключается в том, что законодательство идет по пути того, что все менее и менее государство вмешивается в формирование тарифа. Даже можно сказать о том, что уже на начало года принято ряд решений Кабинета министров, где максимально дали свободу при проезде, при определении цены в режиме маршрутного такси. Антимонопольный комитет на сегодняшний момент в этот вопрос мало может вмешаться в силу того, что нет порядка формирования цены и согласования с органами государственной власти. На сегодняшний момент город не утверждает этот тариф, его формируют перевозчики, рассчитывают у нас одна из организаций, которые уже в течение последних, наверное, 15 лет проводят все расчеты. Каждый раз идет какая-то борьба, перевозчики говорят, дайте нам поднять, город говорит, нет, мы не дадим, ну вот в итоге они исторговываются. Но вопрос все-таки в процедуре, да, кем-то образом заставить муниципалитет проверять те цифры, которые им дают перевозчики. Но я же прекрасно понимаю, что невозможно посчитать количество пассажиров, которые проезжают на том или ином маршруте. Но эти цифры, они как-то достаточно условны. Вопрос о том, что город на сегодняшний момент не согласовывает этот тариф и его не утверждает. Это важный момент. Законодатель полностью их освободил и дал свободу перевозчикам. И вопрос заключается в том, что перевозчики при расчете тарифов исходили, давали расчеты на определенные разные цены. Сегодня доказать вопрос сговора, это достаточно сложная категория дел. Но у нас есть ряд решений не в отношении перевозчиков. Но мы идем по этому пути, его не оставляем. Поскольку есть некоторая практика уже антимонопольного комитета в других территориальных отделениях. Мы на сегодняшний момент ждем судебной практики этого вопроса. У нас это исследование в активной фазе, но открытие дела на сегодняшний момент мы не можем говорить. У всех по пять проезд. Это сговор или не сговор? Или так вот они случайно все установили одну и ту же цену? Сговор это когда идет сговор при установлении цены. Это единовременное повышение цены несколькими участниками, которые между собой должны конкурировать без достаточных на то оснований. Вопрос поднятия стоимости топлива является достаточным основанием для того, чтобы поднять всем участникам цену. Поскольку они приобретают все одинаково цена на топливо повысилась, они приобретают по высокой цене. Соответственно вопрос стоит дальше о том, что мы должны увидеть другие доказательства кроме топлива. Цена топлива дороже, то есть себестоимость выше. И соответственно мы уже видим, что тариф поднялся. Теперь вопрос стоит о доказывании других составляющих, где бы мы могли прийти к выводу о том, что есть схожие действия, которые являются необоснованными. А потом при принятии решений доказать его в суде. Поскольку все наши решения, которые касаются большого количества участников, жалуются в суде. Поэтому на сегодняшний момент исследование этого вопроса продолжается. Но говорить его окончательно, к чему мы придем, тяжело говорить. Опять же, есть повышение цены на топливо. Если бы цены на топливо повышения не было, тогда можно с уверенностью и с легкостью говорить о том, что есть схожие поведения. То есть непонятно, почему один маршрут, допустим, там, условно говоря, протяженность 10 километров, другой 5 километров, а там и там проезд стоит 5 гривен. Давайте вопрос этот оставим до окончания исследования этого рынка. И тогда мы уже будем говорить уже более с ссылками на конкретные доказательства. К сожалению, наше эфирное время уже истекло. Если вы не против, я предлагаю сейчас проанонсировать, что во время нашей следующей встречи мы с вами продолжим говорить о перевозках и поговорим о стоимости бензина и нефтепродуктов. Я думаю, там будет нам с вами о чем поговорить. Вы не против? Зао, поддерживаю эту тему, поскольку есть ряд интересных расследований, открытых дел. Сейчас есть дела, которые мы еще в СМИ не предоставили об открытии. В ближайшее время мы дадим информацию в СМИ о том, что мы открыли новое дело по признакам сговора большого количества участников на рынке реализации дизельного топлива. Мы проводили очень сложное расследование, и мы в сегодняшний момент уже открыли и готовы утверждать о том, что был сговор между большого количества компаний, которые реализовывают через автозаправочные станции дизельный топлив. Ну, такой тизер мы запустили, а подробнее поговорим в следующий раз. Большое спасибо, что пришли сегодня к нам в студию. Напомню, сегодня гостем программы «Здравые мысли» был председатель Одесского областного отделения Антимонопольного комитета Украины Юрий Кровец. Мыслите здраво, берегите себя, смотрите наш канал. Обязательно мы увидимся. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!